Красиво, не правда ли? Но только профессионал знает, что за этими несколькими секундами танца стоит огромная работа хореографа, ведь ученикам необходимо не только объяснить движение и технику исполнения, но и передать настроение танца. С этими задачами успешно справляется Анастасия Бодраченко, преподаватель таких направлений, как джаз-фанк, вок и хип-хоп. Девушка обучает современным танцам других, но при этом не перестает учиться сама. Свой творческий путь она начинала в народном ансамбле танца «Променчик». Меня мама привела на танцы, когда мне было лет пять где-то. И вот вплоть до 17 лет я танцевала в коллективе и потом уже постепенно заинтересовалась какими-то современными направлениями и начала их развивать. И вот этот путь привел меня в эту студию. Меня очень вдохновляют мои же ученики. То есть это идет обмен энергии. Ты приходишь сюда заряженный, они тебе отдают какую-то порцию энергии, ты вдохновляешься в ответ и это тебя прям держит в тонусе всегда. Плюс музыка меня очень заряжает. Я слушаю очень много музыки и она дает мне какой-то вот такой жизненной силы вдохновения. Да, действительно. Хореограф это яркая профессия, где постоянно происходит обмен энергии. Ведь в танце невозможно без этого обойтись. А потому для своих учениц Анастасия это не только профессионал, но и личность, на которую хочется быть похожей. Наш преподаватель, он очень хороший. Это человек, который вдохновляет, который одним своим видом показывает, что у тебя все получится. Даже если ничего не получается, то она, конечно же, поддержит и направит. Она вдохновляет, она нам рассказывает много историй, которые по-настоящему побуждают делать что-то интересное. Она нас вдохновляет дать что-то новое, всегда не сидеть на одном и том же. Она, ну, она наше настоящее вдохновение и источник нашей энергии. Такой же энергичный и позитивный Илья Игнатюк танцует сам и учит чувствовать музыку других людей уже много лет. Преподавать он начал в 16. Уже тогда у него было огромное желание танцевать и становиться в этом деле лучше. Кажется, для него не существует невыполнимых движений или танцевальных направлений. Сейчас Илья влюбляет и вдохновляет других людей танцевать в таких направлениях, как современный танец, хип-хоп и стрип-дэнс. Придумать замысловатые танцевальные связки, отработать точки, сделать пошаговку и улучшить каждый отдельный элемент движения рук и ног – лишь малая часть тех задач, которые ставит перед собой хореограф при постановке танца. Для Ильи это дело успело стать привычным, но даже здесь многое зависит от дисциплины и вдохновения. К занятию нужно готовиться, то есть это, как правило, всегда подготовка нового материала, новые движения, особенно начинающая группа. Сначала происходит поиск музыки, а затем уже стою перед зеркалом, где-то в коридоре, в любом месте, просто начинаю придумывать, делать. Бывает, что придумывают за несколько часов, бывает такое, что уходят несколько дней, что придумывают в определенный кусочек, как когда. Лего-дэнс-студия – команда профессионалов, где гармонично сочетается индивидуальная методика каждого хореографа и умение преподавателя донести воспитанникам всю красоту и изящность современных танцев. Чтобы вдохновить, чтобы классно у тебя люди танцевали, я уже говорил, это свой собственный пример. Нужно очень классно танцевать, с отдачей, если это будет супер эмоционально, это будет вообще бомба прям. Естественно, к таким людям стремятся ученики, когда и классно танцуют, и классно преподают, и при этом еще выплескивают эмоции там наружу. Это, естественно, цепляет учеников, и эти три составляющих делают педагога высокого уровня. В завершении хочется вспомнить цитату Юрия Сабаумниса. «Делать хореографию – это не ремесло, это божий дар, талант, и, несомненно, у брестских хореографов все это в наличии».